Создание системы противодействия космическим угрозам, я об этом еще буду говорить, политические аспекты, наверное, на следующей лекции. Ну а сегодня она такая более техническая, что ли. Я почти не буду вас мучить глубиной физики, хотя физики здесь навалом, естественно, везде. Потому что студентов у нас здесь два, да? Три, четыре. А, вы же из космического факультета, да? Не буду мучить, то студенты вообще разбегутся совсем. Ну, напоминаю эту картинку, которую вы много-много раз видели. Динамика роста численности космического мусора в последние годы, ну, начиная не в последние, а вообще за всю космическую эру. Значит, еще раз напоминаю, что здесь каталогизированы только самые крупные объекты, размером более 20 сантиметров. А на самом деле объектов там, скажем, размером 1 сантиметр и более их под миллион. Они все опасны. Опасны и миллиметровые объекты. Ну, не так, что киллеры, как говорится, убийцы космических аппаратов, но они разрушают панели, элементы всякие оптические и прочее, поэтому с ними тоже нужно иметь дело. И когда мы говорим про чистку, то имеем в виду не просто увод каких-то крупных объектов. Это, кстати, наименее, что ли, опасные части составляющей мусора, а вот более мелкие компоненты – да. А теперь проницательный читатель сразу увидит, что на этой диаграмме вы видите некоторые участки, где количество объектов уменьшается. Видно? Как вы думаете, почему? Кто скажет? Ох, молодцы! Так вы еще и читать умеете. Ну, я в МГУ-то могу рассказать, у меня здесь из МГУ людей немного, правда, он Михаил Евгеньевич есть. Новобранцы на плацу. Офицер, ну, привычно, принимает новое пополнение, выстроил. К одному подходит, ты вроде поумнее, у тебя образование-то какое? Тот говорит, 8 классов. О, молодец, ты просто отгодишься, будешь у нас перед веком. Второму подходит, у тебя какое? У меня 10 классов. А ты вообще умница, ты у нас писарем будешь, вроде. Нам нужен человек, который писать умеет. К третьему подходит, у тебя какое образование? Он говорит, МГУ, да ты не мычи, читать-то умеешь. Ну, извините, шутка о стенах МГУ, может, кончится для меня плачевно. Но, тем не менее, значит, вы догадались, прочитали. Это почему? Потому что вот здесь есть люди, которые успели прочитать. Но, ну, казалось бы, замечательно. Отпустите все это население, оно тихонечко умрет. А нет. Эти спады относятся только к тем объектам, которые находятся на низких орбитах. Да, низкие орбиты очень населены. И за счет атмосферного торможения часть из них уходит в глубокие слои атмосферы, сгорает. Это называется процесс самоочищения. На этой диаграмме, к сожалению, ссылка у меня косвенная, непрямая, показано, сколько времени живут мелкие частицы. Мелкие частицы здесь миллиметровые, про которые я говорил, они тоже опасны. И оказывается, что мелкие частицы живут сравнительно недолго. Здесь, значит, вы видите, сколько дней живет частица на такой-то высоте, ну, при средней атмосфере, вот то, что слева, то, что слева диаграмма. И из чего она состоит. Понятно, что если частица состоит из какого-то неплотного материала, типа пластика, то её баллистический коэффициент большой, вернее, и отношение площади к массе, и она тормозится быстрее. А если это будет стальной шарик, ну, сталь, то, конечно, он живет. И видите, что вроде бы так и не очень, и уж и долго не живут, но, по крайней мере, меряются десятками, сотнями дней на высоте МКС. На какой вы схемке слетает, девочки? Нет. Кто сказал 400? Почти правда. Ну, в общем, близко. На 200 километрах тело живет неделю, вот такого размера. Из-за торможения это так называемая парковочная орбита, на которую всегда выводят, в нужном направлении и прочее, но аппараты там живут недолго, очень быстро снижаются, и, в общем, она 180 там сутки, и всё. Поэтому 400 километров это, сейчас мы увидим на картинке ещё, время жизни для такой орбиты, ну, меряется годами, но годами небольшими, поэтому МКС всё время приходится подталкивать, подтягивать наверх. Она садится на несколько, там, десятков километров, там, на 20, на 10, но подтягивать нужно вверх, иначе она просто упадёт, если её отпустить, если её не подтягивать наверх. Да, так вот, вы уже увидели эту картинку, хорошо ли она видна? Да, здесь хороший проектор, здесь замечательно. всё видно, даже читается куда-то. А вот справа показана такая же диаграмма, ну, вот те же самые частицы, но уже в период высокой активности солнца. Посмотрите, что творит солнце, насколько оно поднимает атмосферу, насколько она вздувается, насколько растёт сопротивление при этом, что времена выживания тех же самых частиц падают буквально на порядок. Вот что такое влияние атмосферы. Почему важна, мы ещё будем лекцию слушать о погоде, о космической. Так вот, почему это очень важно для… Да, пожалуйста. Ну, в принципе, активность, она проявляется вот в таких событиях, как вывросы корональной массы, вот именно в этом плане и есть возбуждение магнитного поля. Короче, то, что возбуждает нашу атмосферу, в основном, это, конечно, вот подходы тех частиц и в выбросах солнечного ветра, в выбросах корональной массы, вот понятно, да? Вот в это время атмосфера вздувается настолько, что времена падают на порядок в жизни. И это важно учитывать не только для таких мелких частиц, но и для крупных. Ну, кажется, в принципе, это замечательно. Время, вот видите, солнышко там время трения вспыхивает, атмосфера вздувается, всякая мелочь там сваливается. Хорошо бы, если бы она так была, но она же ведь самовоспроизводится, как вы помните. Я прочитал, вам про синдром Кеслера рассказывали, поэтому я упоминаю без разъяснения, что это такое. Вот картинка, наверное, поинтереснее. Как раз я на конференции посмотрел. Здесь то самое замечательное отношение, которое играет большую роль в аэродинамике, а также вообще в динамике частиц в околоземном пространстве, отношение площади к массе. Слева отношение площади к массе. Ну, вы видите, насколько оно растет, метров квадратных на килограмм, и вот время выживания, какое оно есть. То есть для 5 лет, 35 лет, 25 лет, это уже просто без отношения к самой массе, а отношение площади к массе. То есть более интересный показатель. Для маленьких частиц отношение площади к массе большое. Здесь они, конечно, перепутали на минус единицу нужно было в степени, но это неважно. Я посмотрю еще внимательнее. Значит, смысл какой? Самоочищение эффективно для фрагментов малого размера и для высокой активности Солнца, но не работает на высотах в принципе больше 800 километров, на высоте более 800 километров атмосфера считается, что практически кончается. А на высоте примерно 100-110 километров кончается газодинамик в атмосфере. Вы знаете, что там уже кинетический подход к частице. Ну вот на... То есть длина свободного пробега частиц, она уже сравнима с размерами космического аппарата. То есть это уже не газодинамика, а просто потоковые частицы и все. В ближайшие годы нас ждет... Вот мы так радуемся, что солнышко нагрело атмосферу, она вздулась, ну в смысле возмутило. Она вздулась, мелкие частицы ушли. Но не волнуйтесь, у нас всегда есть козырь в кармане. Я даже убрал этот заголовок, что мы победим самоочищение. Вот так вот. То есть запустим туда еще столько всего мусора, что самоочищение просто работать не будет. Как все в природе. В природе точно так же есть баланс. Вот мы недаром там дежурные слова привыкли, что природные балансы и так далее. Мы можем нарушить этот баланс. В какой-то степени он самовосстанавливается, природный. Но если мы переходим критические пределы, то уже все. Сейчас очень серьезная проблема, например, в связи с тем, что из-за, ну скажем так, потепления, в которое верят-не верят, но тем не менее содержание метана в атмосфере увеличивается из-за того, что эти болота полярные там тают, а там метана много в них, это просто залежи метана, вот этого самого освобождается метан. А метан очень серьезный парниковый газ. Поэтому боятся даже этого сейчас, что не перешли ли мы этот предел где-то там. Потому что человечество тут свою роль-то сказала в этом процессе потепления. Посмотрим. Ну мы пока вернемся сюда. Здесь перечислены некоторые проекты, я их просто в диаграмме покажу. Значит, вот эти созвездия, здесь не показан российский, но показан иностранный, созвездия OneWeb, Boeing, SpaceX, Samsung. Вы видите, что это тысячи аппаратов, в сумме там где-то под 10 тысяч, наверное, аппаратов, да и даже больше, которые планируется запустить в ближайшее время, это на низкие орбиты, в основном на низкие орбиты. В России есть не столь продвинутый, но тоже есть проект, называется «Сфера», запуске 600 аппаратов. Как вы видите, это огромная совершенно нагрузка. Если сейчас около 2000, ну 2200 аппаратов в космосе, то если запустить еще 10 тысяч, то это серьезное увеличение. Ну и естественно, что это увеличение и объектов космического мусора. Часто рисуют вот такие картинки, они и на конференции были представлены, самые разные, что будет, если ничего не делать, что будет, если что-то делать. Ну вот сценарий, когда ничего не делать, он такой, я бы сказал, оптимистичный, даже красной линией показан, сколько будет нарастать этих объектов на низких орбитах. Ну и в общем, вот я говорил про то самое соблюдение равновесия, очень может быть, что мы выйдем из равновесия и никуда мы не полетим, и будем улучшать все здесь, на Земле, очистить Тихий океан. Вот этого мусорного континента замечательного. Площадь мусорного континента, знаете какая? Почему я называю континентом? Оценки. Миллион квадратных километров. Вот так вот. Запусков вроде бы сейчас, вот сейчас как они идут, и не так и много. Ну то есть более-менее нормально, вот видите по динамике количество запусков за эту космическую эру, меряются по крайней мере там под сотню в год запусков, но количество аппаратов растет. Вот на этом графике из Европейского космического агентства вы видите, что последние годы количество аппаратов растает. Почему? Запускает очень много. Это даже без всяких ванвебов еще, без всего этого. Потому что вошли в технологический оборот, это не в моду, это в реальное использование, вошли пикассаты, то что называется кьюбсата. Их очень много, их запускают сотнями за раз. Но это тоже объекты потенциальные, из них некоторые сразу становятся мусором. У нас вот пускали, там оказалось, что процентов 15 мусор сразу, то есть они сразу не заработали, на небольшом количестве, а другие там работают, но все равно. Это все равно потенциальные мусоры, если они еще сталкиваются где-то там, а частота столкновений увеличивается, это вообще коров. Вот такая вот у нас жизнь. Так вот, синдром Кеслера, есть он или нет, пока мы не знаем точно. Вообще говоря, его нужно всегда рассматривать на разных, в разных, ну скажем так, пространственных что ли, вот участках. Вот это низкие орбиты. Для низких орбит такая статистика за 10 лет. На распределении выявите количество штук, ну плотность на, вернее концентрацию частиц на кубический километр, и за 10 лет прошедших по работе, вот свежей работы достаточно, за 10 лет, видите, возрастание, ну очевидное. Вот оно есть. А на геостационарных еще больше, там, ну у меня здесь только вот эти данные есть, но я просто знаю из других работ, что там еще больше. Пока это непонятно, но как только вот это неконтролируемое начнется размножение, естественно, все пики синие станут еще более высокими. Ну вот это, вот есть или нет, пока эта тема для кандидатской, а может для докторской диссертации. Есть он или нет, пугаться или нет, и что с ним делать. А линии красные, точно не знаю, там, откуда этот пороговый там сделан, какой-то средний пороговый, средний, по-моему, по пространству, по целому. Ну, превышение над средним, вот это. Ну и что делать? Значит, кто из вас читал «Что делать»? Пермышевска. А? В школе. Молодец. Понравилась книжка? Слишком молодая еще была, да, там, о другом думала. На самом деле очень интересно. Мне, по крайней мере, я прочитал, я даже не ожидал. В школе всегда, когда что-то там дают читать, то всегда напрягаешься, это же в программе стоит. Нужно успевать до программы прочитать, тогда ничего. А когда в программе, в школе было уже... Ну, она интересная, что делать, это вопрос. Ну и кто виноват? Кто виноват, тоже есть такое произведение, есть и все, что хочешь. Значит, на вопрос, кто виноват, я думаю, вы сами догадались, тут прямо и написано, у нас есть люди читающие. А что делать? Ну, первое, естественно, не мусорить. Ну, не мусорить в каком-то смысле, значит, все-таки минимизировать, потому что совсем не мусорить нельзя. Мы живем, мы всегда мусорим. Каждый из нас это источник мусора в любом случае. Ну, такая вот такая жизнь, такая и здесь тоже. Значит, не мусорить, всячески минимизировать. Существуют правила, которые, вообще говоря, не обязательны к исполнению. Это рекомендационные, они хорошо известны, они прописаны на Верне ООН и так далее. Они используются при заключении контрактов. В принципе, формально при заключении контрактов, вот вы, например, российской космической системы запускаете какому-то заказчику спутник, вы должны обеспечить выполнение пункта минимизации технологического мусора, неизбежного при, скажем, выводе и при эксплуатации космического аппарата. Но если совсем простыми словами говорить, то вот где-то что-то у вас должно отвалиться, там, отстрелиться и прочее, там, или открутиться, и так оно не свободно должно улетать, ну, грубо говоря, на веревочке остаться, чтобы вместе было. Ну, это я так, чтобы понятно было, что минимизация. На это направлен технологии. Это стоит денег каких-то, поэтому не все компании это соблюдают, но, тем не менее, рекомендации такие есть. Закона жесткого нет, проверить трудно. Убирать за собой. Ну, самое обычное дело. Вы все знаете, что любая квартира, вот, недавно показывали безумный сюжет, а я такое видел в жизни, когда дружинил еще в молодости, когда показывали, там, в каких условиях ребенок живет, там, полметра мусора в квартире какого-то, непонятного. Видели, наверное, жуткую сцену, когда там мать бросала ребенка, и он жил в этой квартире, ну, маленький, перебирался через горы мусора. Я был в такой квартире, вот, когда мы, ну, опустившиеся люди, пьяницы и прочее. То есть, и мусор, вот они, кажется, откуда же только взяться-то? Вот денег нет, чтобы вот столько, нет. Мусор то ли натаскивает, то ли что, что-то такое, непонятно. Убирать надо за собой. Кто моет посуду сразу после того, как поели? Какие молодцы! Молодцы, вот девочки особенно, ну, просто молодцы. Если бы у вас было не так много, я сказал, зачет поставлю. Ну, ну, просто похвалю, это же гораздо больше, чем зачет. Зачет фигня, правда? Вот. Молодцы. Вот мы, собственно, и посмотрим в основном на этот пункт, ну, и немножко поговорим о защитах конструкции. То есть, ну, если там неизбежно что-то, то нужно защищаться, естественно. Я думаю, что вам, может быть, устно говорила или нет, Полина, что, значит, общая парадигма такая. Вот обломков размером более 10 сантиметров спасения нет. То есть, любой аппарат погибнет. А обломки размером более 1 сантиметра могут убить, могут ранить. Они повредят, конечно, обязательно. Их миллион. А от обломков до сантиметра, в принципе, работают средства защиты космических аппаратов. Ну, не везде. Например, на станции, на космической станции МКС есть щиты и так далее. Мы чуть-чуть об этом поговорим. Вот. Ну, как противодействовать? Два направления. Пассивный и активный. Пассивный, ну, это следить за ситуацией, не пускать на самотёк. Всё время следить. Это вот то, что вы слушали на прошлых лекциях. Нужно наблюдать, нужно всё время знать, где находятся опасные объекты. Это сложная задача для мелкой фракции. Здесь, конечно, важен космический сегмент. Я посмотрел, ну, вы не касались космического сегмента. Может быть, на следующей лекции я всё-таки добавлю тогда. У меня было специальное выступление в МФТИ на конференции «Шёлковый путь», посвящённом как раз и применению малых космических аппаратов для мусора. У меня был доклад. Может быть, тогда вот добавлю вот это, чтобы для полноты. Ну, пассивный, я уже говорил, минимизировать количество при запусках, экспериментах. Экспериментов полно было раньше. Они разные были. Ну, например, при для охлаждения, раньше же летали и в том числе и спутники с ядерными источниками для охлаждения, применялись всякие жидкости, которые разбрызгивались в космосе. Эти капли, жидкость, твёрдая частица или жидкость, она замёрзшая или нет, но там всё равно представляет собой угрозу, потому что это масса. Масса, помноженная на В квадрат, если в МГУ, опять же, я что-то всё-то так осмелялся всем про МГУ, была такая мода сбрасывать какие-то эти пакеты с водой когда-то, не только в МГУ, это было во многих местах, с высокого здания. То есть, если по голове попадёт пакет с водой, ничуть не лучше с большой высоты, чем твёрдый предмет. Ну, вот отработавшего космического аппарата на орбиты захоронения. Иногда вот эту позицию классифицируют как активные методы, иногда как пассивные. Ну, пассивные в том смысле, что аппарат должен у себя предусмотрительно заранее уже иметь систему, которая позволяет после окончания активного срока работы уводить этот аппарат на орбиту захоронения или что-то с ним делать, или вводить в плотную свою атмосферу. Сейчас это одна из позиций, которые активно пробиваются, особенно для всех этих пикассатов или губсатов. Значит, кубсат сам маленький, размер-то, помните какой, да, кубсатик? Какого у него размера? Настя, вы всё помните. 6 на 30? Чего? 6 на 30? Нет. Нет, нет. Куб это 1, это 10 на 10. Ну, примерно, там, с точностью. 1. Могут быть составные, скажем, это Ю называть. 10 на 10 сантиметров, да. Это и есть вот то, что называется кубсат, поэтому и называется кубсат. И научные аппаратуры, их иногда составляют, например, вот мы для ультрафиолетового аппарата составляли 3. Когда ваши кубсаты, о которых вы рассказывали, в Каиде, то есть вот так, где Димаса полетят, это тоже не один кубик, это составной. То есть может быть и один кубик, а, как правило, используют до 6 единиц, составляют там из них, из этих кубиков, но это всё равно называется кубсат. Когда их совсем уж много, ну так не делают, проще сделать нормально. Ну, это, в общем, очень интересная технология, я думаю, что по кубсатам, может быть, даже здесь лекция нужна. Вот Михаил Генщич считает, что это на космическом факультете. У вас по кубсатам что-то было? А вот это надо, потому что это доступно студентам. В неатмосферной астрономии, да. Ну, в общем, дело в том, что кубсаты делают вузы. Я был в Израиле, Херцли Скул, вот такая же продвинутая школа под патронажем израильского космического агентства, там читают люди из агентства, реальные, не чиновники, а реальные. И видел, как девятиклассники вот эти кубсаты своими руками делают. Израиль, который 15 лет назад про кубсаты ничего не слышал, сейчас это один из лидеров вообще, на рынке даже. Это же всё продаётся, технология. Кубсат делают, потому что они дёшевы и выполняют свои функции. Так вот эти школьники делают. Нам устроили показательную конференцию, не конференцию, но какую-то, где мы могли задавать вопросы школьникам. И они отвечают на профессиональные вопросы. Просто по-настоящему. И не просто вот, ну по схеме что-то там скручивают и всё. Нет, понимают, что делают. Меня просто поразило. Так что про кубсаты обязательно, Михаил Евгеньевич, тут была просьба, в общем, народной идее выдержал их, чтобы, расскажите про кубсаты, применение кубсатов. И вообще группу можно создать. Что сделать кубсат, то это и гаиша можно легко сделать кубсат сейчас. Вот, понимаете, это уже этическая схема. Вот когда все кругом, все мусорят, ну живут, да? А вот ты такой хороший, ты не будешь мусорить, жить не будешь. Ну убирай. А всё равно ты мусоришь. Всё равно что-то невозможно просто иначе. Другое дело, что за этим нужно следить, нужно соблюдать правила и так далее. Но абсолютно, скажем так, жить так, чтобы не портить Вселенную вокруг себя, невозможно. Не согласны? Я думаю, что, наверное, более профессиональные следили по спорте, как-то, ну и более ответственные противоположные. Они очень ответственные. Я посмотрел, насколько они понимают, и у них глаза горят. И это так приятно посмотреть. Вот, действительно, мне самому захотелось с такими работать неинтересно. Действительно, было бы. Ну я кое-какое начальство знаю, там просто, потому что уже давно работают в области из агентства. Я спрашивал, как это? Вот, говорит, так удалось. У нас не все идут, конечно, работать в космическую сферу, но некоторые из них идут, это классные специалисты уже сразу. Не все, потому что в Израиле, ну есть куда, где еще там места тоже для высококвалифицированных людей работать. Так, активный, тут надо применять специальные меры, либо специальные космические аппараты применять, либо наземные средства, скобку не закрыл, хотел там поставить точку, но я знаю только промышленные лазеры наземного базирования и все. Ну вот, к пассивному или не к активному отнести то, что называется увод орбиты. То есть я сказал, что даже кубсаты 10% своей массы должны сейчас, ну рекомендации отдавать на систему увода. Прежде всего, это, конечно, какие-нибудь солнечные паруса. Они работают на низких орбитах, в основном кубсаты. Если выбросить парус, мы еще посмотрим на этот парус, то кубсаты уходят быстрее со своей орбиты в плотные слои. Значит, в принципе, здесь есть два выхода. Либо увести в плотные слои атмосферы, чтобы навсегда этот объект ушел, либо из жизни сгорел, либо уводить на орбиты захоронения повыше. По энергетике, скажем, с орбиты примерно 400 км, чтобы увести в плотные слои атмосферы, ну или с более высокой орбиты на 400 км, скажем, с 1000 км, нужно, уже при слове характеристической скорости или приращении импульса за парабеллами не хватаетесь уже, все понимаете, о чем речь, нужно добавить вот это самое дельта В, вот эту самую характеристическую скорость. То есть затраты энергетические такие. У вас есть аппарат, скажем, массой в тонну, вот вы должны дать ему импульс в нужном направлении, чтобы он вошел в атмосферу, то есть затормозить. Вот примерно такой, то есть несколько сотен метров в секунду. А рассчитать сможете, сколько нужно топлива кто-нибудь? Наверное, не сразу. Ну ладно, не буду мучить, это интересно. То есть понимание вот этой самой ракетной механики. А вот чтобы увести, скажем, с геостационарной орбиты на орбиту захоронения, это примерно 200 км, 250, обычно выше уводят, выше геостационарной орбиты, нужно приращение уже меньше, 23 метра в секунду. То есть для того, чтобы увести на геостационарную орбиту, нужно меньше. А почему? Это вот просто в голове у вас должно быть четкое понимание механики и геометрии. Вы на относительно небольшую долю радиуса, радиус геостационарной орбиты 41 тысяч километров, вы добавляете 200, вот на такую долю вы поднимаете. И вот в этой формуле, с какой энергией вы должны добавить этому телу, корень квадратный из G на R, вы вот эту небольшую долю и вставляете. А если вы на нижней орбите работаете, то изменения на те же самые, скажем, 200 км, 400 до 200, это очень большое уже изменение в этой энергетике. Вот отсюда все это и выплывает. Ну а теперь задачка такая. Вот с какой орбиты, на какой высоте, что туда, что туда, затраты по топливу, то есть дельта В, одинаковы. Вы подумайте, вот когда ночью не будет хорошего сна, вы порешаете задачу, на какой высоте. Значит, понятно, что на низких орбитах расход высокий, на геостационаре высоко, а где вот средний-то находится, где что туда, что туда, одинаковый примерно расход. Легко посчитать. Но это вот дает зато понимание такого на пальцах. Ну здесь мои коллеги, профессор Венемёв из организации военного института, картинки нарисовал, собрал, нарисовал. Я пользуюсь беззастенчиво, потому что я с коллегами договорился, что то, что на этой конференции я, допустим, видел, можно ли воспользоваться. Естественно, со ссылками всегда. Я всегда со ссылками делаю зелёненький, вы уже помните, курсив плотный, калибри, 20-й кегль. Это и есть ссылки. Когда захотите что-то ещё. Реальные двигатели здесь показаны, в этом я слабо разбираюсь, но физика здесь вот такая. Итак, мы, значит, вот этот то ли активный, то ли пассивный метод увода, понятно, что с ним на самообеспечение должно быть. Всё должно быть заложено сразу. Второй подход, класс целый методов, активный, вот, как я говорил, подразумевает применение специального космического аппарата или наземных средств, но дальнодействия, которые позволяют мощного лазера. Здесь разные варианты космических аппаратов. Охотники, есть космические аппараты, сборщики, много. Мы только упомянём, мы сейчас, это у нас вводные лекции, поэтому касаемся только вот, чтобы понимание, что какие работы в этом мире идут, какое направление. И кто-то из вас, может быть, потом скажет, да ну их нафиг, эти чёрные дыры, вот пойду мусор убирать. Это же хорошо. В Неаполе, например, самые богатые мафиози, это те, которые заняты уборкой мусора на городских улицах. Там мафиозная такая. Вы что это пишете? Какой кошмар. Так, вы мне тогда кто-нибудь, дайте знать, а то я вдруг всю правду расскажу. Буксиры. Естественно, буксиры. Ну и космические аппараты предназначены для изменения орбиты тела. Для свода, например, в нижние слои атмосферы. Это дополнительный аппарат просто. Я составил такую таблицу для классификации, ну из литературы. Наверное, не всё сюда ввёл, но для дидактических целей. Ну вот посмотрели, в принципе, вот можно так почти по-справочному ориентироваться как-то. Значит, класс активных методов – это направленное на увеличение сопротивления движения в атмосфере. Ну понятно, чтобы побыстрее свалилось в плотные слои, нужно увеличить атмосферу. Можно работать, увеличивать сечение, или говорят, миделевое сечение иногда. То есть в атмосфере это по потоку, миделевое сечение. Вот у вас есть движение в атмосфере, в какой-то среде или в воде, всё равно. То сечение по потоку, вот оно, оно, как правило, средняется, объекта вращается и прочее. Но смысл понятен, качественно, да? Применяется, может быть применим для различных размеров частиц. Ну и недостатки тоже есть, не очень высокая эффективность. Мы сейчас на примерах это увидим. Примеры, все примеры посмотрим, ну почти все. Вот здесь какие-то есть. Я везде могу поставить ещё многоточие здесь, потому что это только примеры, а не полные перечисления всех возможных подходов. Здесь для творчества, для фантазии, техническое место просто огромное совершенно. Электродинамический трос, мы его посмотрим тоже, на картинке, по крайней мере, что это такое. Эти методы, про которые я говорю сейчас, они тестируются, уже реально тестируются в космосе. Не только некоторые из них пока ещё, так сказать, идеи, а некоторые уже тестируются. А бесконтактные методы, ну здесь вы уже успели даже прочитать содержание таблиц, позволяют работать на большом расстоянии, тоже для разных размеров объектов частиц космического мусора применимы. Как правило, эффективность их невелика, ну а мы об этом чуть-чуть, буквально два слова скажем про эффективность их. И методы такие, искусственные среда, да, такие проекты тоже рассматриваются, хотя, слава богу, не реализованы. Я в ужасе от того, что предлагается. Но это серьёзно предлагается, серьёзно, технические задачи, создание тормозящих атмосфер, так называемых. Ну и здесь указан лазерный пучковый метод, мы чуть-чуть на них и остановимся тоже. А контактные методы, ну это значит схватай, тащи. Применим для сбора многих объектов, всё, сразу схватил, увёл, это, конечно, сразу действует, не то, что там лазером долго-долго светить или ещё что-нибудь. Но тут нужно летать, необходимое сближение, системы контроля должны быть очень сложные. Ну и вариантов тут много. Вот, в принципе, эта таблица, которая, ну, некоторое, по крайней мере, содержание лекции, вот в смысле методов, активных, она тут и есть. Ну, вот начнём с тех методов, которые повышают отношение площади к массе, то есть увеличивают это мини-лисечение, увеличивают сопротивление тела в атмосфере. Работают они, конечно, в основном для атмосферы, хотя есть такое представление о том, где кончается атмосфера, ещё не только по количеству частиц, но и по сравнению с другими факторами. Вот если вы, скажем, какой-то объект имеете на высоте 800-700 километров, то на него торможение, вызванное атмосферой, сопротивлением атмосферы, и давление излучения солнечного света примерно равны. То есть здесь ещё нужен и этот тоже фактор. Ну, мы здесь говорим про самые простые, про вот эти классы ввода в атмосферу. Примеры, ну, самые простые. Это баллон, то есть к объекту прикрепляется лёгкий баллон, надувается, естественно, сечение объекта увеличивается, тормозится быстрее. Есть проекты, где выпускается просто нитка, шнурок, объекты, как правило, все вращаются, наматывается такой клубок, и сам заматывается в клубок, становится пушистый клубок, он плохо летает в воздухе, как вы помните. Есть проекты такого, как монтажной пеной всё равно, то есть монтажной пеной покрывают аппарат, он раздувается по объёму, масса небольшая, а объём большой, но вот сечение вот этого отношения увеличивается, пожалуйста. Некоторые примеры, которые из жизни здесь приведены, из жизни, вот центральный, например, это в НП Лавочкина, прорабатывает конус, они не баллон прикрепляют к аппарату, вот этот не раздувает, а вот такой конус. Ну, конус тоже сопротивление, кто из вас играет в бадминтон, знает, что баллон летает вот именно при таких условиях, когда юбочка, она стабилизирует, она тормозит, при сильном ударе, смеш, например, когда вы делаете, вначале юбка, я видел эти съёмки, как она сжимается, она превращается в хвостик, такой сжатый при сильном ударе, при большой скорости. Как только чуть-чуть скорость упала, значит, юбка начинает расширяться, и начинается вот этот быстрый процесс увеличения сечения, падения скорости, всё связано вместе, и у вас баллон летит по траектории не по параболической, ну, как обычно для, скажем, тела, а вот очень резко так падает. Ну, здесь ещё несколько показано видов вот таких тормозящих устройств радиодинамических. В принципе, это скорее для любопытства познакомиться, вряд ли вы будете этим заниматься, но, по крайней мере, эти технологические веси прорабатываются, есть проекты, на них тратятся деньги, некоторые из них уже даже и реализуются. Солнечный парус. Значит, основная идея, на углепластиковых вот таких палках, как их называть, струнах, разворачивается тонкая плёнка из хорошо отражающего материала, его структура показана на правом слайде, алюминий он хорошо отражает, и как парус, как змей, например, вот вы змея запускаете, ветер, он всегда вот так становится, и даже самостабилизирующаяся система по отношению уже к потоку фотонов солнечных. Проницательные читатели спросят, а как же частицы, которые летят от Солнца, они тоже оказывают давление? Понятно, это же массивные частицы, протоны летят, несут импульс. Но вот во время солнечных вспышек, активных когда, то давление вот этого солнечного ветра может быть превышать даже давление излучения. А в обычном спокойном состоянии у Солнца, это вам на всякий случай на корочку записываете, что давление излучения превышает примерно на два порядка. Вот давление, вызванные набегающими частицами солнечного ветра. Ну, по крайней мере, вот парус вот такой работает. Так и кажется, что вот он так вот, как змей, там болтается, да? Мы говорим про большие высоты. Ну, вот вы на высоте, например, вот на высоте тысячи километров атмосферы нет. А вот это есть там. Я солнечный ветер вам дал только для примера. Что это такое? Что обычно давление солнечного ветра на два порядка ниже, чем давление излучения Солнца. Вот всё. То есть какой фактор учитывать? Поэтому это парус-то не ветровой, а парус по потоку фотонов. Для потока фотонов. Вот. Электродинамический трос. Ну, понятно, что у Земли магнитное поле. Давайте-ка, картинку у меня есть. Вот такое нет. Сейчас. Значит, были в своё время такие проекты, они и сейчас есть. А давайте мы запустили аппарат, потратили энергию, и вот нам нужно большое количество энергии. Мы спустим трос, в нём будет трос металлический, который движется магнит на поле Земли и пересекает его, в нём наводится ЭДС, вся эта электромеханика, и даже были такие проекты с тем, чтобы мощность обеспечить такой электростанции до мегаватт. Естественно, это потеря энергии. То есть если вы трос спустите, а если вы ещё по нему ток провели, что вполне возможно провести, то вы получаете ампер... Не очень хорошо видно. Что-то там видно. Вот этот трос на грузе спущен. Трос должен быть достаточно длинный. Значит, те эксперименты, которые проводились, это японцы проводили в 2017 году, там есть буквенное, а не буквенное название, каннатори, спустили трос в виде ленты. Трос должен быть до... А, да, написано здесь около 700 метров. К сожалению, у тросовых систем вроде бы всё хорошо, физика понятна, всё замечательно, но минус, они до сих пор нет надёжных систем тросовых. Вот эти тросы, например, запутались, да так, что там... Ну, в общем, можно сказать, аварийно там закончилась вот эта ситуация. С тросами пока сложно, но эти темы прорабатываются. Тросовые системы используются не только для этого, это вообще считается одной из технологических направлений построения конструкции в ближнем космосе, не только в ближнем. Но вот она есть. То есть я говорю про то, что тестируется удачно-неудачно, но в это тратятся деньги, вкладываются и так далее. Бесконтактные методы, ну, в таблице вы уже видели, о чём речь идёт. Это искусственная среда, лазеры, пучки. Вот я, конечно, смотрю, я должен знать, о чём люди думают здесь, это интересно. Но меня как-то вот пугает. Вывести 20 тонн вольфрамовых частиц, причём не такие уж и не маленькие, 30 микрон, их много. И вот в эту искусственную атмосферу там мелкие частицы, крупный аппарат, конечно, не сильно заметит такую атмосферу, а мелкие частицы заметят. Значит, расчёты, которые здесь приведены, я взял это из доклада Станислава Сергеевича, показывают, что если вот на эту высоту, 1100 выпустить вот это облако, которое довольно быстро приобретает, не размазывается по орбите, то это облако из-за эффектов, в том числе и поинтинга, раберационной и прочее, сам не считал, хотя поинтинг раберационным занимался, но в данном случае вот для этого не считал в случае ничего, что вот это вот облако будет постепенно, как говорит, садиться, и мелкая частица будет застревать в нём, терять скорость и падать. Вот что есть. Просто они есть. Мне сильно не нравится такого типа пока. Не знаю, почему не нравится. Выводить это как иголки в своё время был такой проект для обеспечения радиосвязи. Американцы хотели вывести гигантское количество медных иголок, которые бы создавали просто экран, позволяющий радиоволнам отражаться и связь осуществлять на большом расстоянии. Но вот если бы эти иголки вывели в космос, не знаю, что было бы. Там, правда, орбиты низкие, время очищения какое-то не бесконечное, но всё равно. Всё равно как-то опасно самому плодить огромное количество мусора. Хотя мы плодим, буквально две недели назад индийцы продемонстрировали своё военное, скажем так, зрелость военную в космосе. И несмотря на все наши вот эти лекции, мы с вами про мусор говорим, на ООН и прочее, взяли и сбили свой спутник. Спутник, правда, был на высоте около 300 километров, Микросад, это 700-килограммовый спутник, сразу много обломков появилось, как говорили индийцы, что они все, эти обломки, исчезнут, не все, часть из них ушла на высокие орбиты. И, в общем, но зато вот они сбили, они, значит, китайцы там несколько лет назад, раньше, а индийцы продемонстрировали своё. Бывает и вообще этот год, даже последние полгода событиями таких столкновительными, всякими, аварийными, просто замечательно. Буквально там, ну, по крайней мере, я три крупных события вспомню за полгода, которые привели вообще к появлению большого количества мусора. Вообще считается, что крупные, то есть, по крайней мере, вот то, что сказал нам в докладе руководитель, один из руководителей Роскосмоса, из-за всяких причин и большую часть списывает на мусор, на столкновение с мусором, там, около 250 спутников погибло уже за время всё. Каждый год гибнет один-два там обязательно столкновение, крупные спутники сейчас. а мелкие, от мелких объектов столкновение только, только столкновение спутников. Так, наземный лазер. Значит, ссылка на Зельдовича, вы почитаете, что такое волновая фронт, что такое обращение волнового фронта. У вас есть среда, среда вносит в возмущение, допустим, у вас есть источник с идеальным волновым фронтом, этот фронт проходит через среду, он изменяется, возмущается, ну как через атмосферу, там свет звезды далёкой, да? Вот. Но если пропустить тут же, поставить зеркало, пропустить обратно, то волновой фронт восстанавливается. То есть, можно таким образом, вы как бы учитываете те изменения, которые произошли при прямом прохождении, на обратном прохождении. На этом, в принципе, идея в боевом применении, я не знаю пока, строится, к примеру, мощного наземного лазера. Наземный позволяет большую мощность иметь, правда, расстояние большое, что. Какая основная идея? Вы стреляете лазером маломощным по объекту космического мусора или какому-то другому объекту, получаете отклик, быстро-быстро анализируете отклик, очень быстро, потом скажем, как быстро, видите, насколько возмущен волновой фронт и уже силовое зеркало, то, которое посылает у вас мощный пучок, это может то же самое быть, конечно, но уже пучок другой. Вы силовое зеркало, изменяете его картину так, чтобы волновой фронт восстановился. То есть, как бы вносите эти изменения, полученные. И у вас вот это силовое зеркало с измененной структурой позволяет вам, грубо говоря, сфокусировать, создать правильный волновой фронт на вот этом самом объекте, сфокусировать объект. Понятно, да? Сначала быстро анализируете, как лазерная звезда, очень похоже в астрономии. А? С лазерной звездой, похоже, да. И вы получаете фокусировку. Фокусировать нужно точно, потому что в широкий пучок, если вы дадите, там где-то там, просто плотность энергии будет мала, и вы подсветите, всего лишь только подсветите этот объект. А вам-то нужно здесь что? Вам нужен эффект, который называется абляция. То есть вам нужно испарить поверхность вот этого тела в один из орбиты так, чтобы какая-то часть массы абляции это испарение. Значит, вот со скоростями теплового расширения в атмосферу, вернее в вакуум, там километры в секунду вот отлетела вот эта часть, создала реактивный эффект и изменила вам траекторию, естественно, обратный импульс вот этого тела. Ну вот вся понятная физика, да, основная какая. Реализации этих проекта, они тестируются в Нижнем Новгороде на институте прикладной физики есть группа, которая продолжает работы, они у вас тестировали на полигоне, вот как раз, чтобы компенсировать все эти атмосферные влияния, они тоже ведь есть и в приземном слое, на трехкилометровом полигоне. Там удалось. Часть этих работ... Нет, не ссора. Ну, на полигоне, где-то там, в том районе, да, значит, часть этих работ естественно носит закрытый характер, но тем не менее, вы же знаете, что Нижний Новгород и соседний Саров очень сильно, мощно работают по лазерной тематике. И когда Владимир Владимирович говорит «Пересвет», значит, мы слышим «Пересвет», а понимаем, что это Нижний Новгород и Саров. Слышали про устройство «Пересвет», да? Даже девочки. Ведь вы меня провоцируете, чтобы я отвлекся от лекции. Ну, это боевой лазер, который сейчас на вооружении войска. Он, конечно, мощный, я видел его, все, молчу, видел его результат работы. Наземный. Это наземный. Так, ну, здесь вот небольшая схемка, она видна, там или нет, да, видно хорошо. Видно, как лазер там дает дополнительные вот это самое составляющие к импульсу скорости и вот это все. Пока эти работы, скажем, о боевых применениях не знаю, вот именно на таких расстояниях. Расстояния большие. Здесь действительно нужен мощный лазер, нужно очищать хорошую систему фокусировки. Так, это случайно попался второй раз лайк. На конференции, посвященной 60-летию запуска первого искусственного спутника у нас была специальная, ну, скажем так, группа заседала по просьбе кооперации, я участвовал в заседании группы. Михаил Ильич, были? Нет? Он древний, ладно. Значит, заседала о применении лазеров космического базирования. То есть, в этом есть серьезно заинтересованные люди. В этой команде работает нобелевский лауреат Джерар Муру, который недавно получил. Он работал с лазерщиками из Нижнего Новгорода. Вы, наверное, Муру и встречали где-нибудь у вас там, может быть, и нет. Вот. Александр Михайлович, Сергей, в этой команде, да глава был такой, нобелевский лауреат, авторы, президент Академии НОК и так далее. Значит, идея какая у них, что на МКС поставить лазер и там система, те объекты космического мусора, которые движутся не на слишком относительно высоких скоростях, все-таки примерно все в одном направлении там вращаются объекты, хотя полярные, конечно, совсем по-другому. Вот. И вот эти объекты обстреливать лазером, уменьшать их скорость с близких расстояний, на расстоянии десятки километров и таким образом уводить эти частицы, которые в принципе будут опасны, речь идет о сантиметровых тире 10 сантиметров в этом диапазоне частицы для МКС, очищать вот это пространство МКС, все время его чистить, отстреливать вот этих потенциальных потенциально опасных зайцев, всех объектов. для того, чтобы такой лазер работал, тут нужна система обнаружения, предлагается использовать телескоп трехметровый, почти трехметровый, который японцы запустили, поставили на своей части МКС, для того, чтобы наблюдать совсем другие эффекты, черенковское излучение от прохождения высокоэнергетичных космических лучей в атмосфере, но они считают, что его можно использовать, посмотрели, там пиксел хреновенький, но тем не менее, значит, вот работа есть, кто хочет посмотреть, работа, ссылка внизу есть, мы сейчас прорабатываем в институте вот эту самую идею с более серьезным обоснованием, потому что физики, лазерщики не молодцы, они говорят, у нас вот лазер есть, мы можем его в космос вместить, у него мощность хорошая, у него все замечательно, плотность там и так далее, но она, а вот ту астрономическую так послабее, в том смысле, что, а как обнаружить объект, мелкий объект сантиметровый на расстоянии в 100 километров, как определить точно его, нужно же определить параметры движения, куда он движется и как для того, чтобы стрелять осмысленно, а не просто так, можно наоборот сделать, можно его как раз поднять, если неправильно выстрелишь, ну и так далее. Эта работа идет, кому это интересно, ну я в основном, конечно, на наших девочек, потому что все остальные, у меня почти все студенты уже спят, успешно, они или там в экранах сидят, я же вижу, все там где-то, в другой реальности, перпендикулярной, но кто-то слушает, и это уже замечательно. Вот требования здесь на орбитальный лазер, то есть понятно, что довольно жесткие требования, алюминий начинает плавиться, испаряться, если у вас плотность энергии на квадратный сантиметр, то есть вы джуль обеспечиваете, по крайней мере, вот в импульсах, здесь вот эти технические характеристики есть все, которые нужны, ну и скорости, конечно, выбирают только те, то есть те объекты, которые летят, ну грубо говоря, почти параллельными орбитами, ниже, там может быть выше, но параллельно, если тело летит навстречу, ничего не успеете сделать, потому что такое тело обнаружить очень сложно, представляете, что у вас на детекторе, где вы получаете изображение объекта, тело чиркнет там, ну на 100 пикселей сразу, то есть просто угловые скорости перемещения очень велики, понятно, да? Невозможно будет этот объект разглядеть, быстро движущийся, вот, если вы, например, вот так пульку смотрите, там замечательно, красивая пулька и все, а если эта пулька там выстроит, вот так прилетит, вы ее не увидите, потому что у вас смаз на ваших пикселях в глазу будет такой, что сигнал к шуму будет низкий, ну если на таком языке говорить, понятно? Девочки, понятно, мальчика, они спрашивают даже, уже спят, о, кто сказал так точно? Молодец! Ионный пучок чаще всего обсуждается вот такая схема, когда с некоторого расстояния в несколько десятков метров не больше, потому что, как правило, рассматриваются широкие пучки, относительно широкие, там 2-4 градуса, это просто ионный двигатель, вылетает ионный пучок, он нейтральный, потому что на выходе, чтобы разыграть ионы, они должны быть заряжены, само слово ионы, но на выходе, как говорится, к ним добавляют, нейтрализуют их, и вот летит нейтральный пучок по таким углам, он несет свой момент, что такое пучок? Это вещество, это рабочее тело, как правило, ксенон, там, значит, вот эти атомы, которые имеют свою массу, они летят со скоростями, там, десятки километров в секунду, довольно приличный импульс тащат на себе, ну, значит, этот импульс, ну, грубо говоря, передают телу, в которое они ударяют, вот, пожалуйста, для того, чтобы стабилизировать аппарат, естественно, нужно такой же пучок пустить в обратное направление, иначе у вас вот этот аппарат-охотник просто улетит и все, то есть расход топлива, расход рабочего тела, извините, он должен быть двойной запасом. Просматривается, в мои, вот, обухов и компании просматривают проекты, где этого рабочего тела примерно 300 килограммов, они считают, что для этого достаточно 300 килограммов рабочего тела, ну, реально 150 рабочих, остальные на компенсацию, 150 при скоростях, там, допустим, 50 километров в секунду, вы можете легко посчитать, какой импульс может нести, какой дельта В, дельта В, то есть массу на эту вот самую скорость, и вы понимаете, какой запас по дельта В, что можете работать. Ребята из моей убеждают, что можно, вот, такого среднего класса однотонных аппаратов, можно там до 10, с помощью одного охотника спустить. Все надо смотреть, здесь надо все еще проверять, конечно, никаких таких экспериментов в космосе еще не было, но тем не менее есть. Достоинства у пучка по сравнению с чем, ну, здесь селлазеров тоже, не имеет значения формы объекта, то есть, ведь, чтобы схватить объект, например, он вращается, вы должны затормозить его, там, за что-то уцепиться, а это обломится, а это нет, там все, а здесь все равно. То же самое, как с астероидами. Мы очень похожи, вам про астероиды рассказывал Iron Beam Shepard, Клаудио Бомбардили, который ввел пучковое оружие, там, впервые в рассмотрении. Оно не так давно, где-то 10 лет назад было введено. Значит, механическая стыковка не надо, с расстояния в 2 градуса, ну да, пучок вот такой, необходимый. Отрицательная такая, что вам должна быть все-таки вот навигация должна быть очень точной. Вы должны в окрестности этот аппарат с нужного направления всегда быть, чтобы не послать туда его, куда надо, этот объект охоты. Ну и, конечно, пучки, поскольку это частицы, они всегда приводят к вывросу, спаттерингу, так называемой, поверхности вещества, из которого сделан космический аппарат. Точно такой спаттер, например, происходит с космической пылью, которая движется с большой скоростью, например, в межгалактическом пространстве. Выбивание атомов, ну, частиц вещества. Так вот, вот это вещество, которое вылетает из бомбардируемого пучком объекта, оно, естественно, загрязняет, загрязняющая атмосфера, она загрязняет оптику охотника. Ну, там всякие устройства, опасные панели, питающие. Откуда энергия? Энергия в основном солнечная. Если вы на панель покрыли, там, скажем, многомолекулярным слоем вот этого вещества, у вас эффективность панели упала, энергетики нет, а если вы слепили оптику, то и так далее. Это одна из проблем, с которой борются. Есть еще один способ, я его, Михаил Евгеньевич, о нем знают, я когда-то пригласил его на конференцию, на совещание с физиками из ядерного нашего института, главного в Сибири, из института ядерной физики сибирского отделения, Будкеровский институт. Они предложили использовать пучки, но не широкие, вот такие, а очень узкие. Это одна из больших проблем, как сделать узкий пучок. Это, вообще говоря, главная идея, на которой построено так называемое пучковое оружие. Если пучок очень узкий, не 2 градуса, 2 градуса это широкий, а совсем узкий. То есть там доли минуты, может быть, такие. Значит, тогда у вас плотность энергии, которая входит в пучок, входит в тело, такова, что достаточно солидно для того, чтобы осуществить действие так называемого эффекта Брега. У вас, если вы запускаете частицу в тело, то она может проникнуть на довольно большую глубину. Ну, например, в протонной медицине, от которой вы говорите, что это такое? Вы разгоняете протоны, они входят в воду, в ваш организм, в тело, ну, в ваш, не буду, скажем, пациента назовем. Эффект Брега заключается в том, что просто, сейчас вы уже можете посмотреть, что частица, вошедшая в тело, теряет энергию не сразу, а на некоторой глубине. То есть, вот как валан, очень похожая, то, что я вам рассказывал, такая же точная система. Зависит от скорости, конечно, и прочее. Она сначала теряет немного, а когда замедляется, тем потери энергии возрастают, и у вас происходит резкая остановка. Значит, тело прилетает в глубину, потом чуть-чуть потеряла какую-то скорость, падает скорость, резко возрастают потери, и у вас энерговыделение происходит на некоторой глубине. То есть, фактически, частица останавливается, происходит энерговыделение на некоторой глубине. На этом основана протонная медицина. Подбирают скорость протонов такую, чтобы на заданной глубине у вас выделилась энергия. От скорости зависит. А выделение энергии означает разрушение частиц нехороших, которые в организме есть, нагрев, способы воздействия на вот эти ткани, нехорошие, они разные. Можно фокусировать на разной глубине и так далее, и так далее. Вот здесь, примерно такая же штука. Но пучок должен быть узкий для того, чтобы энергии было достаточно, чтобы энергия выделилась на глубине и произошел выброс вещества. Еще раз, когда я читал вам про астероиды, там вы наверняка все хорошо помните, лучше меня, что главное, что нужно для того, чтобы эффективно изменить траекторию тела, орбиту этого тела, нужно обеспечить выброс вещества. Вот лазером вы светите, замечательно, посветили лазером, нагрели верхние там микроны этой поверхности, у вас эти микроны испаряются, улетают с бешеной скоростью в тысячу километров в секунду, тысячи метров в секунду, но этого вещества так мало, что ничего, ничего вам не даст. Помните, у нас даже обратная зависимость от скорости была, от эффективности метода. Вот мы сейчас работаем над таки, но посмотрим методом, во что ввелеться. Тоже очень интересная идея, сама по себе. Контактные методы. Борис Михайлович, на скульпниках вы этим методом просто вкладите мусор? Вот это и есть. Все аспекты нужно, то есть какие объекты можно, а какие нельзя. Где? Где с этим работать? Будем ли мы вкладить мусор, вот дробление, вещество, которое вылетает? Если это вылетают микрочастицы, как пыль, это одно. Если это вылетает, скажем, приводит к внутреннему взрыву на завод, и вы выбрасываете с глубины, а знаете эффект бега какой? На какой глубине может быть там 10 сантиметров, может быть даже 20, может быть сантиметров. Все зависит от частиц, от рода частиц, от материала. Но характерные-то такие, то есть очень большие макромасштабы. Если вы, не дай бог, вырвали, как при взрыве, кусок этого материала, и он создал вам куски всяких мусора, это да, это одна из самых серьезных проблем. Те же самые там с загрязнениями работают, те же самые, но вот эта штука тоже такая. Тут нужно обеспечивать так, подбирать, что, ну в этом, собственно, исследование есть, подбирать так, чтобы у вас вылетало не кусками, порода эта вылетала, как при взрыве, когда вы взрывчатку заложили, а вылетало диспергированное вещество. Вот все. Ну это, думаю, серьезное дело. Наконец, контактные методы, примеры. Подлетел, схватил, но не так просто. Надо сначала, как правило, затормозить вращение. А? Гарпун, да. Это все прорабатывается, причем не просто так прорабатывается на Земле, а в космосе используется. Просто используется в космосе. Самые разнообразные тут методы. Захват и буксировки. Ну понятно, что это в основном дорого. Для буксировки вот таких обломков мусора это фигня. Вы же просто будете зря гонять вот этот аппарат за такими обломками. Это только для увода крупных объектов, которые нужно увезти. Достаточно крупных. Я сейчас покажу вам ну вы это наверняка знаете. Совсем ведь недавно в сентябре прошлого года был испытан аппарат Remove Debris. А тут написано ЭСА. Ну да, это университет Сёррей, университет из Великобритании в основном при поддержке Европейского космического агентства и даже немножко Маска, Илона Маска. Значит, они запустили 100-килограммовый аппарат. На нём было два микро, не микро, вернее, пика спутника, вот эти купсата. Но они играли роль мусора. Значит, из аппарата матки выброшен был, из основного материнского аппарата выброшен мусор и продемонстрирована технология захвата сетью. Но к нему надо лететь, надо его искать, надо найти, а когда у тебя мусор под рукой, у меня всё с собой. Это демонстрационный полёт, они рабочие. Вот они взяли мусор, выкинули этот аппарат. Он, кстати, почему-то очень быстро вращался. Кино я вам не показываю, просто кликните на remove debris и посмотрите отличный фильм, снятый с самого аппарата. Как вылетает, у нас просто времени не хватит на вопросы. Значит, как вылетает сеть на расстоянии нескольких десятков метров, как этот вращающийся объект мусора, он там почти три килограмма весь такой плотненький, вот этот кубсатик, как он заворачивается в сеть, а сеть-то вылетает на шнурке, конечно, ну и всё, он там наглухо заматывается, вот это всё это есть, прямо из космоса снято, как они продемонстрируют. Очень здорово. Там же используется вот важная очень система технологическая, это навигация. Навигация на, вам нужно, чтобы аппараты, для большинства из предыдущих тоже, чтобы аппараты занимали нужные позиции, вдруг аппарат относительно мусора, в нужном направлении, с нужной там и так далее. Вот эта навигация на близких расстояниях, штука очень интересная. Система эта отработана. Гарпун они уже попробовали. Ну, с гарпуном проще, они не стреляли в какой-то объект гарпуном, они выдвинули, опять же, на штанге выдвинули некую мишень, гарпуном выстрелили, гарпун сработал, ну что с ними делаешь, всё нормально. А вот что дальше будет? Последнее, в конце этого года, они выпускают вот этот самый якорь или парус такой, но это уже не, поскольку это всё-таки низкие орбиты, то выпускают парус не солнечный, а атмосферный парус, увеличивают сечение, то есть отрабатывает следующий механизм увеличения от сечения, милевого сечения вот этого аппарата. И считается, что за пару недель этот парус затормозит, и собранный мусор в сетке там и так далее, всё это, значит, всё это войдёт в подождём, в слои атмосферы и сгорит. То есть технологии сразу несколько отрабатываются. Я просто рассказываю о том, что это всё не сказки, какие-то истории из фантазии технические, а это вполне реальные вещи, которые делаются. Ещё один способ уничтожения космического мусора это так называемая утилизация, использование. Можно ли использовать космический мусор? Очень интересные идут проработки. Всё-таки ведь выведены туда дорогие устройства, дорогие материалы и прочее. Вот выводить в космос, например, какие-то материалы, которые там уже летают в виде мусора, а почему бы не использовать? Может быть даже переработкой, а может без переработки. Ну, например, антенны. Материал антенн, который разворачивается в космосе, он там сотни лет может служить, а это высококачественный металл и так далее, и так далее. Вот просто вот антенны, да? Вот такие проекты есть, прорабатываются, отрабатываются на Земле, в лабораториях. Я пока ещё не знаю ни одного космической реализации, но у некоторых есть и космические, как предыдущих, на предыдущих примерах. Вот здесь, в этом случае, не знаю про реализации космические. На этом таблице, смотрите, там что можно, алюминий, сталь, понятно, жароплощенные сталы, там иридии и так далее, там много чего, можно из этих, на этой мусорной свалке наковырять. Мусорная свалка, например, в Екатеринбурге, в фабрике, гранильной, она кормила, поила и радовала много поколений астрономов Уральского университета. Марий Анатольевич Свечников, известный энтузиаст изучения двойных звезд, значит, он настолько фанатом был, и у него был большой блат, и он нас водил туда. И вот этот мусор, этот отвал, мы там набирали, я-то мало чего понимал, другими интересовался вещами. А то, как интересовался, осталось и замечательной коллекцией. Сейчас эти коллекции ценятся уже. Но я говорю, что на мусоре всегда, вы знаете, что люди есть на на свалках, которые делают себе, ну, какую-то жизнь организуют, не потому, что они плохо, они живут нормально, просто считают, что слишком много людей выбрасывают вещей, которые нужны, на самом деле полезны, их можно еще в утилизацию, в нормальную пустить. Вот и здесь так же. А вот одно из направлений, которое мне очень интересно, ничего в нем не понимаю, но жутко интересно, это как попробовать использовать вот этот же самый мусор в виде топлива. Смотрите, мы говорим, ионный двигатель, значит, берется ксенон, и, ну, этот ксенон нужно вести, в космосе его нету. А если мы, скажем, научились бы, вот здесь со слагательным наклонением во всю работает, научились бы кусок мусора взять, его дисперигировать на ионы энергии солнечной, раздробить сначала, дисперигировать на ионы, а потом эти же ионы запускать в ионный двигатель, который ионы, это уже не опасно, это уже не куски мусора, это все-таки микро-микро-микро-частицы. Так вот, этот же самый мусор сделать топливом и на нем летать к следующему мусору, и тот так же расходовать. Правда, здорово? Тогда вы мусор чистите, то есть пространство от мусора чистите, и в то же время как топливо используете. Вот такая красивая идея. Кто решится и сделает, Илон Маск обещает премию сразу, 10 миллионов долларов. Что-то никто не побежал. Да, девочки, не собирается никто. Но я думаю, что будет больше даже, потому что идея сама по себе интересна. А вот использование этих материалов, не специальных материалов, а вот обычных материалов в космосе, это не только в ближнем космосе, и на Луне тоже самое и так далее. Вы знаете, там масса проектов, как используют эголит. И так далее. Вот это одно из направлений очень важное. Через месяц появится вот такая замечательная книжка. Ребята из ИКИ докладывали, Трофимов Сергей, докладывали, они участвовали в международной команде. Она называется «Как использовать спутники». Малые спутники, микроспутники после того, как они прекратили свой срок активного существования. Очень интересно. Это как исправочник, там масса материалов, просто полезных для любого, я бы сказал, кто хоть немножко хочет понимать, что с мусором делать и прочее. Это такое вот собрание и материалов, и рекомендаций. Часть я использовал, небольшую, из этого, она еще не публикована, но будет доступен для широкой общественности. Так что вот на эту ссылку когда возьмете, то посмотрите. Сказали, что где-то в конце мая он должен быть опубликован. Очень интересно. Я просто с удовольствием. Ну и несколько слов о защите. Я вам рассказывал на лекции, на вводной лекции, вы все помните, опять не буду я Есенина вспоминать насчет того, что вы помните, вы все, конечно, помните. МКС совершает несколько маневров, ну в среднем там несколько, два-три маневра уклонения в год. А совершают они когда? Когда угроза столкновения, вероятность столкновения с объектом более одного сантиметра по размеру превышает десять минут четвертый. И вот такие манеры совершаются. Вот здесь временные диаграммы, как работает в режиме раннего оповещения и в режиме ошпаренной кошки, позднего оповещения, как работает команда обслуживающая всю эту МКС. Решение. Я специально спросил, кто принимает решения у наших военных, не военных, а тех, кто с МКС отвечает. Они и военные, и не военные, это снимаши в ЦУПе. Я говорю, кто все-таки принимает решение об уклонении? Говорит, да, командир проекта называемым КС, это американец, но без согласования с ночнами он не имеет права принимать решение. Ну, с нами, может, с европейцами, но с нами точно. Вот такие вот маневры совершаются. Совершается несколько уклонений в год. Про что? Что за сокращение в ДОС? Это время. Это время. Здесь, по-моему, смешано, ну, и точно не знаю. Я вот смотрю только на эти надписи, которые есть. Здесь есть, например, смесь русских сокращений и ладинских. Вот, по-моему, TOC – это time, а вот ЦУП – это русское. Поэтому, ну, просто взял из слайда Грудина, который представил, вот эту схему, чтобы понимать, что сразу нельзя уклониться. Это время занимает несколько часов, может быть, даже до суток. Вот вся эта анализ ситуации, как они там что. Гогу знает, что такое, ЦУП знает, что такое, PRCR не знает, что такое. Это понятно, что нужно смотреть. Ну, вот одна из табличек, это не полная табличка, когда уклонялась, какими двигателями уклонялась, не обязательно, ну, у самой станции двигатели-то какие. Что-то пристыковывается, шатт пристыкнулось, грузовой корабль пристыковался, вот на двигателях отрабатывает. Ну, и так далее. Здесь вот прямо элементы. Просто интересно, с какими элементами от чего-то, от происхождения таких элементов. Вероятности контакта, видите, все на уровне там 10 минус 4, потому что это пороговая отсечка, когда уже принимают решение об уклонении. Это не полная таблица уклонения, но тем не менее, как пример, она вам показывает, что, когда, произошло, и по какой причине. А сколько вот частиц, вот у вас, ну, станция, да, она здоровая, там 100 метров, то есть, если ее брать сечение, 100 на 100, это целый там гектар, получается, да. А если малый аппарат, то он сталкивается, ну, не так уж часто. Это частицы размером порядка 1 миллиметра, от 2 и там до 0,5, и вот количество частиц, которые попадают в небольшой аппарат сечением 2 квадратных метра, ну, вот, на орбите МКС, важно где, естественно, все это считать. Не так, вроде бы, и много. Но вот это основная миллиметровая составляющая, почему я начал именно с миллиметровой составляющей вам рассказывать, она очень важна. Конструкция защищает многослойная конструкция. То есть, естественно, что стеночки, они вообще-то тонкие, стенки МКС, стенка там, ну, около 3 миллиметров, такая основная. Но есть экраны дополнительные, такой вот вафельный, как бы, слой, который позволяет, идея такая, частица пробивает первый экран, распадается, как бы, на дождь, на большую площадь, и в результате, раз она таким рассеивается конусом, то давление пробивная способность частицы падает. Примерно как активная броня там, ну, не активная, это пассивная броня, но двойная броня на танках. Вы видели, что в танке есть основная броня, есть там тоненькие, там, может быть, даже сеточные какие-то конструкции. Раньше так было. Когда снаряд подлетает, он натыкается на эту, взрывается, и уже взрывается не в броне, а вот на расстоянии. Это значит, что там и кумулятивные всякие там эффекты падают при этом и так далее. Это тоже конструктивные вещи, не буду вас сейчас утомлять, мне уже хочется, что вы какой-нибудь вопрос задали. Мне интересно, вот эта физика, а куда идет энергия частицы, как она раскладывается, на что? На энергию механические, на энергию тепловые, плавления, в том числе, видите, значительная часть испаряется, то есть энергия на испарение идет, значительная часть. И вот кто-то заинтересуется этим вопросом, могу дать информацию. А сейчас пока, значит, спасибо за внимание. Если бы здесь был Алексей Сергеевич, он бы мне уже начал показывать. У вас там 3 минуты осталось. Да, вопросы? А что классифицирует сейчас? Не важно, где мусор на земле или в космосе. Я-то это рассказывал, разные принципы, разные подходы, разные стоимости. Мусор разный, действительно разный по размерам, разный по расположению, где находятся. Ну, я думаю, что вы когда-нибудь напишите свою, скажем, записку правительства или справку. Пожалуйста. Они разные. Вы видите, картинка там многоплановая. Вот когда я таблицу-то сделал, мне основной материал это вот таблица, где я там среди них где-то показывал, методы и ничего. Мусор, вы думаете, что для одного и того же размера разные методы могут применяться тоже. Есть вообще там... У меня сложно просто протяжение всей лета было просто А хорошо, что у вас вопросы есть. Это значит, что вы слушаете и у вас вопросы. Да? Разные методы. Значит, вот сборщики, я вам говорил. Да, сетки крупные. Вот эти сборщики, которые что-то там хватают, куда-то перетаскивают. Понятно, что они не будут вот эти кусочки перетаскивать. точно так же, когда я вам говорил про вот это облако чудовищное, да, вольфрамовое какое-то там из тяжелого металла, 20-тонное, ясно, что оно по крупным не работает. Оно из... Крупное. Да, например, там. Лазеры. Если вы хотите аппарат лазерным воздействием изменить орбиту большой, вы не измените. А вот маленький кусочек, да, здесь тоже работает. Вы просто... Ну, все-то все. Надо всегда понимать, откуда вы энергии берете. Если вы пучковое... Ведь пучковое оружие, оно берет энергию ту же самую. То, что вам дадут панели. Мы про стероиды когда говорили, помните, каких мы можем добиваться. Вот ребята уверены, что некоторые... Вот как вот ребята, которые про МКС, там, лазер хотят поставить. Я говорю, вам же для того, чтобы создавать плотность на расстоянии большой, нужна мощность в десятки киловатт. Да, говорят. Мы рассчитываем, что мы можем до 50 киловатт. 50 киловатт это мощность всей станции. А они предлагают следующее. Ну, или там половина, по крайней мучности. Значит, в импульсном режиме лазер работает не все время. Они раз отнимают мощность на какой-то там микросекунды, там, если чего-то выстреливает. А станция даже не заметила, что это вот такой способ прерывать. Автономное свое питание, ну, это надо разворачивать панели, такие же, как на станции, то есть здоровенные солнечные панели, если других источников нет энергии. А другие источники только ядерные могут быть. Ядерные источники обсуждаются. и похоже, что, ну, все-таки это будет, но только вряд ли в ближнем космосе. Настолько чувствительная тема. Вот, именно в таком смысле. А для дальнего, конечно, ядерные и ядерные. Сейчас, вы же знаете, работы идут над ядерными установками, энергетическими, двигательными, мегаваттными. Мегаватт это уже солидно. Вот. Разные. То есть здесь нужно каждый раз смотреть и абсолютно одинаковых идеальных схем нет, потому что, когда я еще про одну вещь не рассказывал вам, ну, только упоминал, про стоимость. А что это стоит? Значит, когда мы с вами говорили про стероиды и про все эти вот оценки рисков и прочее, говорили, что если стоимость той, того инструмента, который позволяет либо предотвратить неприятные события, либо там уменьшить ущерб или так далее, превышает стоимость того ущерба, то использовать его уже не будут. Поэтому, если вы, например, забрались куда-нибудь, ну, так, просто-просто захотелось погулять, серьезно не подумали, и забрались сами собой на Северный полюс. А спасение ваше будет стоить, ну, условно, скажем, 200 тысяч долларов. Я-то говорил, то государство таких денег не найдет, если вы не президент. Да. полезно, да, можно там звездочку поставить и покрасить каким-то цветом. эксперименты технологические, да, реальный мусор еще не собирали. Это вот, вот то, что я рассказывал уже про многие эксперименты в космосе, которые проводились, вот они такие, да. Это отработка технологии идет. в том числе и направленная на уменьшение стоимости. Это вот самый серьезный фактор такой вот экономический. Есть еще? Да, пожалуйста. Ну там полтора сантиметра, да. Вот я тоже обратил внимание вам в предыдущих лекциях двух не очень, я бы сказал так. Картинку она не взяла, но вряд ли объясняла хорошо ее. А, рассказывала про радарные средства, что способны радарные средства делать. Ну тогда все молодец, рассказала. я как... Ань? Ну, низкие, значит, для того, чтобы наблюдать объекты вот такого размера, оптические инструменты не годятся. Ну, во-первых, объекты слабые, а во-вторых, на низких орбитах, если они далеко, то они слабые. Если на низких орбитах, то движение их настолько быстрое, оптические инструменты вообще на низких орбитах, наземные инструменты, плохо годятся. Есть целый класс инструментов космического базирования, вот о них как раз они рассказывали, но это другая история. Так вот, а как делают? Используют мощные лазеры, лазеры, ой, лазеры, извините, радары, очень мощные радары, миллиметрового диапазона. Значит, вот, на Толе Кварджолейн военный лазер стоит, например, у которого мощность 200 мегаватт. Значит, посылаются импульсы радиоэтипозоны в довольно широком пучке. Почему широкий? Потому что это военные, они должны просматривать, быстро просматривать весь небосвод. Так вот, мощный пучок посылается и отраженный сигнал принимается. Ну, обычная схема радара. Значит, сантиметровый кусок обнаруживается таким радаром. Точность не очень высокая, там нужно уточнять. А почему мы говорим про вероятность 10 минус 4? А потому что мы не очень хорошо, мы не можем определять с абсолютно с очень хорошей точностью положения объекта на орбите. Скорость да, а положение не очень. И поэтому всегда речь идет только о вероятности характера поражения и вот этой оценки. Потому что если бы мы точно промерили орбиту, мы сказали попадет, не попадет. А здесь нет. У нас только есть из-за того, что не точно знаем элементы движения, вот такая вероятность. Значит, лазеры ради вот эти радиотехнические устройства позволяют обнаруживать малоразмерные фракции, это основное средство для слежения за этими объектами. Почему таких объектов, если вы дальше спросите, нет в каталогах или мало? Потому что это точно так же, как вот про астероидную систему предупреждения. Если мы наблюдаем объекты крупные, мы вносим их в каталоги, можем предсказать их движение и прочее. Просто у нас на это есть время. А если мы наблюдаем объекты, которые уже близко к Земле подлетают, мы их заранее не увидели надалеко, мы только систему предупреждения делаем, что что-то подлетает, что-то подлетает близко на этом уровне ближайшем. Так же с мусором. Сантиметровый кусок мы видим, что он летит, подлетает, а орбиту точно рассчитать на сколько-то витков вперед не можем. Но на короткую дугу можем вот на сутки например сравнительно короткую дугу, а на годы нет. Так вот мы увидели этот объект, увидели, что у него вектор скорости вот такой-то, положение такое-то, что попадает с некоторой вероятностью в МКС и идет предупреждение МКС, что есть такой объект, который имеет такую-то вероятность. Вот этот объект. Дальше его проследить на годы вперед просчитать уже нельзя. Это нужно все время следить. Они все время появляются. А почему нельзя? Потому что мы теряем его, этот объект. Плохо известны начальные элементы орбиты. Мы плохо предсказуем. На следующем витке уже мы не можем в него попасть, грубо говоря. Понятно? Точно так же как с астероидами. Точно такая же картина. мелкие мелкую фракцию мы должны постоянно наблюдать. Для этого нужны постоянные лазеры постоянно работающие. Одно из решений конференции, которое мы выявили, что нужен лазер кто меня сглазил? Нужен радар гражданского назначения. Такие есть. не у нас. Могу назвать мои скатами и другие. Для того, чтобы военный аэродар у нас есть. Про военные не говорю. У нас там нет информации. Это только обобщенная вероятность столкновения. И все. Вы конкретный объект. Вот смотрите. Есть понятие опасности и угрозы. вот скажем какая зона более опасна с точки зрения населенности мелкими фрагментами вот этого мусора. Вы можете сказать вот здесь плотность вероятность повышена столкновения. А угроза это конкретное столкновение. Ведь принимается скажем решение они принимаются всегда по конкретным событиям. и риск относится не вообще к опасности. Опасность это вот общий фактор. А к конкретному событию угрожающему к угрозе. Так вот угроза столкновения с данным объектом в данное время вот она просчитывается. И радары позволяют вам рассчитать вот эту самую вероятность столкновения. как только вы рассчитали вероятность столкновения вы понимаете какие последствия считаете вот этот самый риск числовой характерикой смотрите объект серьезный вероятность столкновения больше чем 10 минус четвертый все принимаете решение. Вот та же самая схема как в астероидах так и тут. Точно такая же. Понятно для чего радары нужны. Для предупреждения они должны работать постоянно. Хорошо мы скажем взяли и все эти кусочки все составили каталог там из 180 миллионов объектов а их примерно столько таких которые имеют интерес сейчас на орбите 150 там 180 это уже неважно составили и потом за каждым из них следили это невозможно это невозможно у нас есть только по крупным за которыми мы и то из них то теряем этот каталог который про который 20 тысяч объектов из них то теряются многие потому что многие из них напредили обнаружение там есть очень интересные такие вопросы очень интересные но из них то мы теряем всегда теряем там несколько процентов потеряли потом снова нашли там целая такая вот кухня большая а с мелкими так только на предупреждение работать решили что новый да некоторые объекты 45 появляется новых объектов мы нашли этот объект там нашли еще а потом оказалось что это один один тот же до прослеживает его эволюцию назад когда просчитывают оказывается что он летел там от такого аппарата еще там каком-то году далеко там и так далее девочки мальчики еще вопросы тогда я так интересно хоть было нет я сказал что как раз мысль такая что это это что это не просто расчеты но если это проводится если проводятся эксперименты в космосе то это уж куда уж это это не не абстракции никакие абсолютно и проекты просчитываются на это деньги тратятся на это серьезные идут исследования лабораторные и лазерные лабораторные пучковые и захватные и все на свете но и значительная часть уже в космосе это это я считаю что уже вот мы находимся на пороге массового тестирования различного рода проектов так что ну вот смотрите ну не все удачные ну конечно вот я про электромагнитный трос сказал там два года назад японцы делали не получилось они еще сделают но это есть это 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 же делалось вот в этот хатори 6 аппарат и и про а че с вас ремов дебрист не убедил вот он пожалуйста вот вот они тестируют все это перед тем как начать использовать нужно протестировать эффективно неэффективно ну и конечно там стоимостные всякие вот из тех примеров которые приводил 5-6 это уже тестирует в космосе я специально об этом подчеркиваю баллоном с баллоном скажем так реально не подлетали но баллоны надували в космосе чтобы посмотреть как они там и такое есть более того есть даже специальные спутники запускались баллоны для того чтобы посмотреть их скажем так эволюцию их движение в атмосфере в зависимости от солнечной активности вот у вас баллон есть он если у вас маленький черненький там плотненький шарик из металла ну мало меняется орбита его а вот большого баллона он отслеживает прямо влияние той же самой атмосферы активности очень резко резко меняется орбита вот когда хорошее взаимодействие таких баллонов было много некоторые баллоны еще в моей молодости запускали даже баллоны чтобы посмотреть что такое верхняя экзосфера не атмосфера даже экзосфера когда летает знаменитые спутники которые летали на очень высоте сначала не знали где атмосфера точно кончается спутники летали даже скажем эхо например были такие яркие такие просто как корова по небу там лозет медленно потому что на 3000 километров даже туда запускали но это майларовый шар размером 45 метров диаметра выпускают оболочку баллончик туда газа оболочка раздувается застывает то есть там уже никаких если пробивает какой-то микрометеор он обязательно пробьет такую оболочку точно столкновение было то она жесткая фактически тоненькая но жесткая сейчас опасаются сейчас каждый раз смотрят а что будет вот такие оболочки выпустишь ее чем-нибудь там разобьет появится куча вот этих самых объектов непонятно как летающих их очень сложно предвычислить движение объектов с большим отношением площади к массе и так далее за этим следят очень много сейчас вот то что у нас наверное полина рассказывала у нас специализация в основном по сложным объектам вот по такого рода но их оказывается так много что около 10% всех объектов космического мусора имеют повышенное отношение к площади к массе а значит усложненное движение потому что там еще кучу всего нужно учитывать у них и сечение меняется целая история там прогнозировать орбиты сложно это одна из кстати задач фундаментальной науки я на следующий раз вам тогда список покажу мое выступление было на конференции таким что это конечно важная прикладная задача очистка мусора но ее нельзя решить без решения многих фундаментальных проблем и вот список из 12 заповедей то есть проблем фундаментальных которые нужно решить прежде чем или прежде чем или во время решать вообще глобальную проблему очистки мусора вот пожалуйста можем их с вами посмотреть на следующей лекции значит я расскажу про всякие правовые организационные может быть математические чисто по данным как говорится организацию возможно в это же время втисну две лекции по просто у меня опять командировка надзревает а какого у нас числа кто помнит серьезно да я как раз ну да там праздники и плюс командировка у меня в средине мая издалека вы не видите мой красивый значок но я сам с пиджаком вот я посмотрю 10 тоже выходной но вот 17 ну знаете что значит я все равно я через я песню помню выгнали из института вызвали военкоманду